надеюсь что следующее видео из бассейна но нет не дождетесь давайте по сути в этом видео я покажу вам невероятные инструменты и и которые вам 2023 год и искусственный интеллект уже революционирует нашу жизнь как мы работаем и как мы живем я уверена что вы уже слышали о чате чпти только на этом канале мы о нем очень много рассказывали этом легендарном чате так вот после того как я его обнаружила я начала копать глубже я нашла очень много полезных еще более полезных инструментов чем чат чпти эти и инструменты открывает невероятный потенциал разблокируют наш креативный раз увеличивают нашу продуктивность увеличивают наш доход а некоторые из них могут даже нас клонировать но прежде чем мы начнем я хочу сказать что ни одно из этих инструментов меня не спонсировала я просто нахожу их действительно интересными поэтому хочу с вами поделиться первый инструмент который я покажу он пожалуй один из самых простых на сегодня но я нашла его невероятно полезным в некоторых случаях мы все знаем что время это деньги а этот инструмент поможет нам сэкономить ну как минимум 40 процентов времени и уверена что каждый из вас сможет его применить свою жизнь это небольшое расширение для хрома под названием compose.ai которая позволяет нам писать быстрее писать умнее писать креативнее а именно он позволяет нам отвечать на комментарии сейчас compose.ai в основном используется для имейлов но там уже встроены предложения twitter и linkedin и когда откроются вот эти два приложения это просто взорвёт очень многих людей как обычно бывает тебе приходит имейл либо очень много имейлов и тебе нужно каждый из них отвечать это предложение оно может помогать тебе писать комментарии либо исправлять твой же написанный текст или помогать тебе генерировать идеи что лучше ответит человек а если ты в крипте то ты знаешь как важен twitter и как важно отвечать людям постоянно с ними коммуницировать если в linkedin то тем более со стартапер или бизнесмен то очень очень важно постоянно отвечать и взаимодействовать с людьми как это работает ты устанавливаешь один раз свой браузер и он постоянно вот работает у тебя в браузере сейчас покажу на примеры почты так как она сейчас работает на почту лучше всего в общем допустим не пришло ли сообщение и здесь уже сразу же есть опция ответить да ответить нет и ответить thanks что это означает на прочитанное тобой сообщение ты хочешь ответить позитивно негативно или сказать просто спасибо это одна из функций то есть он считает полностью сообщение он его анализирует и если ты хочешь ответить положительно да то он тебе пишет соответствии с вот этим ответ пожалуйста на русском языке здравствуйте команда и клад спасибо информацию о сервисе и клад я хотел бы увеличить объем хранилища и планы клад плюс кажется идеальным решение с удовольствием приму участие сына у нас команда и класс спасибо за предложение приобрести понимаю что это было бы полезно но в данный момент я не хочу покупать план боже это идеально это идеальное решение для тех кто просто но не хочет заморачиваться и но у него приходит настолько много и милов и писать и такую штуку в linkedin или в twitter мы копируем и я могу выбрать формальный или френдли стиль то есть я хочу ответить ему более френдли то есть отвечает более happy если я хочу более формал ты отвечаешь там боссу какому-нибудь либо дебы ты общаешься с инвестором либо ты общаешься с каким-то очень уважаемым человеком и ты хочешь выглядеть очень формально ты нажимаешь форму и он это же сообщение переводит более формальный стиль вот пожалуйста дальше что еще здесь есть еще можно это сообщение укоротить то есть допустим ты человек как я говоришь очень много воды ты очень много чего говоришь но потом замечаю что очень много было повторений и ты не знаешь как это укоротить ты нажимаешь shorten и он это сообщение два приложения делает. Супер? Супер. Также помимо того, что ты можешь самому писать сообщение, вот ты можешь сделать вот так вот, нажать на эту штучечку, нажать open.ai, и здесь я могу просто сказать ему, скажи Apple, что я имею проблемы, и я несчастлива. Нажимаем Enter, и он сейчас сформирует прикольное, хорошее предложение, чтобы меня не восприняли сильно грубо. Вот, пожалуйста. В общем, это просто идеально. Ты общаешься с кем-то, и ты не знаешь, кому ответить, пожалуйста, он тебе подсказ, подсказ. Классно? Like за такой инсайт. Это супер предложение, оно работает у меня теперь постоянно. Что еще самое крутое? Он запоминает ваш стиль общения, если вы просто печатаете, он анализирует, в каком стиле вы пишете, чтобы потом писать и выдавать ответы в вашем стиле. Дальше. От следующего инструмента у меня поднялся уровень дофамина, и вы сейчас поймете, почему. Инструмент, который может озвучивать любые текста разными голосами. То ли это дамочка с французским акцентом, то ли это русский с английским акцентом, то ли это шепотом, то ли это злостно, человеческим голосом, что очень важно. А самое интересное, что он еще может клонировать твой голос. То есть ты записываешь ему голос, он обрабатывает его, и потом ты можешь просто вписывать тексты без твоего присутствия, и он может тебе его клонировать. Как по мне, так это идеальное решение для тех, кто хочет ввести какой-то блог, либо канал, но у него нет времени не записывать, либо он даже сам не хочет записывать. Называется это приложение Resemble.ai. Пока Resemble лучше работает на английском языке, если вы хотели ввести контент на английском языке, пожалуйста, просто идеальное решение. И теперь я покажу, как мы можем клеить проекты даже без нашего присутствия. Берем чат GPT, напиши мне какие-нибудь сплетни, ну, истории в виде сплетен о отношениях AI и человека в будущем. Берем, копируем, мы сюда вставляем, выбираем голос. Допустим, я хочу этот голос озвучить профессором Сапожниковым, который русский человек, но озвучивает на американском. Ну, так вот, давайте по-другому. Выбираем вот эту штучечку, выбираем в таком более страшилке стиле, выбираем голос с шепотом, в другой AI-шке генерируем картиночку и теперь слушаем, что у нас получилось. Ну как, поразительно? Вот такие бы истории, честно, я бы сама слушала на ночь. У меня даже появилась идея, как зарабатывать, но об этом чуть позже, поэтому досмотри до конца, чтобы услышать. Следующий тон, мне кажется, будет полезен, ну, просто каждому. Не в зависимости от пола, не в зависимости от твоей профессии, ты найдешь ему применение, потому что у этого AI-инструмента есть очень много инструментов внутри него. Называется это Runway и здесь есть, пожалуйста, сделать Portrait Generator, сделать Animal Generator, сделать Custom Generator, убрать background, с текста сделать картиночку, с картиночки в картиночку, бесконечную картиночку, перемещение фрейма, удалить или добавить, смиксовать background, сделать с текста 3d картинку, видео, убрать объект видео, да, с текста сгенерировать такую лут-картиночку, сделать супер slow motion, заблюрить людей, Steam Detection, то есть ты вставляешь фотоплёнку, а оно тебя разделяет её по частям, по клипам. Сделать клиновое аудио, черно-белую картинку сделать красочную, сгенерировать сабтайтл, сгенерировать транскрипт, убрать тишину, добавить green screen, заблюрить background, replace background. Боже мой, мне кажется, здесь вот, честно, для каждого найдётся своё применение. Что мне больше всего поразило, так вот эта in-painting штучка, потому что очень часто в своих видео, так как я очень часто путешествую, есть какие-то вот ненужные вещи сзади, допустим, как вот эта ванна. Ванну, конечно, я вряд ли уберу, мне кажется, но давайте попробуем на чём-то простом. Допустим, мы путешествовали, и мне больше не нравится эта девочка, и я хочу её заблюлить. Я выбираю blur size и просто её вот так вот неаккуратненько убираю с нашего бэкграунда. Опять же, это трава, я не знаю, получится, не получится, потому что это, как бы, очень много объектов, и довольно-таки большой объект. Мне кажется, с маленькими я пробовала, с маленькими он очень хорошо справляется. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Посмотрим видео. Слушайте, ну, довольно-таки неплохо. Это большой объект плюс трава. Вообще идеально. И с маленькими объектами он справляется намного лучше. Здесь, как бы, очень много деталей, да, вокруг появляется, и всё равно он убрал эту девушку. Пожалуйста. В общем, я показала это предложение, а ты уже используй его в своих интересах. Благодарочка, лайк. Следующий инструмент – это просто взрыв мозга. Особенно, если у тебя плохая память, либо ты, как я, чтобы не забыть какую-то информацию, оставляешь открытыми вот столичка вкладок в браузере, чтобы на всякий случай когда-то оно пригодилось. Так, в общем, этот тул может найти всё, что когда ты либо сказал, записывал, искал, смотрел или слышал. Звучит немножко стремновато, но это очень классное решение. Ты скачиваешь этот браузер, и он на постоянной основе записывает абсолютно все твои действия, и потом их компрессует в фрагменты. Допустим, ты смотрел какое-то интервью с каким-то человеком на ютубе, ты помнишь его название, но ты не помнишь, в каком видео я это говорил, он говорил о каком-то токене. И вот я такой, блин, что же за токен был, что же за токен, и вообще, сколько он Xsoft does, не помню, не помню. Ты вписываешь этого человека, либо примерно, о чём он говорил на этом видео, и он находит тебе этот фрагмент. И либо ты работаешь, у вас какой-то из документов, допустим, TPC, ты вводишь в браузер слово TPC, и оно тебе находит везде, где ты это встречал. То ли это была смска от друга, то ли ты получал сообщение, то ли ты сохранил гугл документ где-то, ты посмотрел. И на минуточку самое интересное, фрагмент зума. То есть у тебя когда-то там был зум с человеком, и он в каком-то, в какой-то минуте говорил об этом документе. И тебе как раз именно эта информация нужна. Вуаля, ты выбираешь, и тебя переносят в этот фрагмент, в этот зум там, где он говорил об этом документе. Это просто идея, по крайней мере для меня. И если у тебя появился вопрос, блин, это ж сколько места он занимает, то нет. Разработчики объясняют это тем, что они сделали супер какой-то мощный компрессор, который года записанные этим браузером компрессует так, что он будет занимать меньше самого маленького хард диска в Apple Store. Потрясающе, потрясающе. Единственный минус, что пока Rewind он работает только на маках и только на последних версиях. Но я нашла еще одно приложение, которое будет работать на Windows, и называется оно Heyday. Вот такой Heyday. Единственное, что оно работает только в браузере, то есть оно не записывает то, что было помимо этого браузера. Но для кого-то это даже будет плюсом. И в них только что было проинвестировано 10 миллионов долларов Андрисом Хоровицем, поэтому я думаю, что возможно они скоро сделают обновление и на Windows тоже. Ну как, впечатляет? И вот таких вот инструментов каждый день появляются десятки. И каждый анализирует, кстати, это только часть первая, будет часть вторая, поэтому если тебе понравился контент, подписывайся, будет часть вторая. Кстати, для тех, кто не может заходить в эти инструменты и пользоваться из-за своих стран, я поставила два VPN, которые могут быть полезны и сим-карта. Я их испробовала на гражданах Украины, Казахстана, России, поэтому оно работает у вас. Переходите по моей ссылочке. Цена, кстати, будет такая же, но если вы залезли по моей ссылке, то мне будет бонус. Чтобы помогать расти каналу. И я обещала сгенерировать идею, как можно зарабатывать с помощью Resemble. Ты можешь создавать картиночки, либо видео в других приложениях, о которых мы поговорим в следующем видео. Вставлять их в Resemble и делать из этого YouTube каналы, блоги, что угодно. И пожалуйста, твой заработок. Либо предоставлять эти услуги. Пока. Пока.